Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Дождались мы наконец-таки пятницу, впереди выходные, и рынок, надеюсь, что испытывая чувство ответственности или даже небольшую вину за то, как, простите за такое слово, опрокидывал нас, спекулянтов, трейдеров в последние дни, решил все-таки, чтобы мы на эти выходные ушли с более хорошим настроением. Ну, по крайней мере, это было справедливо по итогам вчерашней торговой сессии. Хотелось бы, чтобы и сегодня рынок снова не показал нам финт ушами и, в принципе, остался в том локальном тренде, который был сформирован вчера. Это локальный тренд, ну, по крайней мере, если уж не серьезного роста доллара, то в формате формирования тех предпосылов через постепенное отхождение, собственно, индекса доллара от минимальных значений, что формирует, опять же, задатки на то, что скоро на это отреагирует и сама американская валюта роста. Но в рамках рисковых инструментов мы дождались этого самого ослабления. Вот я обращал много внимания на канадцев, потому что там не только я, не только мы констатировали уже существенную, можно даже сказать, катастрофическую перекупленность. Вот в рамках вчерашней торговой сессии у нас не просто откат. У нас очень серьезный импульс наверх в рамках вообще доллара против канадца. И мы можем связывать это не только с ростом американцев, потому что рост американской валюты был не таким уж существенным. Но ведь пора выразить. Значит, причину нужно искать в слабости канадца. И она есть, друзья. Я расскажу вам о ней, потому что это, будем надеяться, долгоиграющий фундаментальный фон. И это, может быть, первый предвестник того, что укрепительное ралли для канадца подошло к концу. Ну ладно, вернемся мы к этому инструменту. Давайте традиционно пробежимся по нашему классическому набору. Начинаем навсегда с рынка нефти. Клосс 51.61, сейчас 51.39. Традиционно чуть ниже, опять же, мы на азиатской сессии, нежели закрытие прошлых торгов. Это классика жанра для рынка нефти и, наверное, даже не только. Но, подводя итоги вчерашнего торгового дня, можно сказать, что мы снова переписали уже новый двухмесячный максимум. Каких-то серьезных новостных событий на рынке не произошло. Поэтому, собственно, все сошлись в общем видении того, что это восстановление, следствие той поддержки, которую не получило днем ранее. То есть, когда вышел правительственный отчет от администрации энергетической информации, отчет, который просигнализировал о снижении запаса нефти и бензина и дистиллята. Как мы вчера с вами констатировали, еще большим разочарованием для продавцов, для нефти-пессимистов, которые продают этот актив уже давно, выступила статистика по снижению еженедельной добычи нефти в Штатах, что в комплексе с снижением запасов, в частности, запасы снизились на 7,21. По-моему, в неделю ранее у нас был показатель 4,2, а в целом это уже четвертая неделя подряд спада запасов. Не буду повторять то, что причина здесь сезонного характера, поэтому здесь не нужно искать какую-либо серьезную долгоиграющую поддержку для рынка нефти. Просто ее нет. Но вчера, поскольку у нас все-таки в одном ключе вышли данные, везде спады по еженедельному объему добычи, это, конечно же, стало причиной интереса к покупкам черного золота, поскольку трейдеры несколько поумерили свой пессимизм, связанный с тем, что Штаты будут и дальше оказывать исключительно негативное нейтрализующее воздействие на усилие ОПЕК. Но здесь стоит отметить, точнее, здесь стоит остановиться и признать тот факт, что будет оказывать это негативное нейтрализующее воздействие, потому что иначе и быть не может. Штаты у нас сохраняют за собой роль этого катализатора для негативного смысла, конечно же, всего рынка черного золота, потому что рост добычи, за исключением последней недели, он неуколенно продолжался. И напоминаю то, что даже если, опять же, включить в наш анализ прошлую неделю по спаду еженедельной добычи на 19 тысяч, в целом за месяц производство выросло на 180 тысяч, конечно же, этого более чем достаточно, чтобы оказывать компенсирующее влияние на все договоренности, опять же, ОПЕК. То, что на этой неделе мы с вами обсуждали итоги встречи мониторингового кабинета и решения Саудовской Аравии ограничить экспортные поставки, решение Нигерии присоединиться к этой сделке после достижения планки в 1,8, это все то, что требует подтверждения, друзья, это не решение в моменте, это не те решения, которые могут настроить на оптимистичный лад, и это отнюдь не те договоренности, которые позволяют поверить в вообще эффективность этой сделки. Поэтому по рынку нефти мы с вами используем всю прошлую фундаментальную поддержку, это куча тех факторов, на основании которых мы давно уже продаем нефти. Сегодня у нас, как и всегда, по пятницу, статистика Baker Hughes, в частности, за прошлую неделю, за паза прошлую, получается, у нас количество терминалов снизилось на одну единицу до 764, и сейчас вот есть те, кто старательно ищет еще возможности для покупки нефти, отмечая то, что вот снижается количество платформ, общий тренд недельного увеличения осланцев активности минимальный за месяц, это все ерунда, не слушайте, опять же, эти вещи, не слушайте такие доводы, совершенно не аргументные, собственно, для рынка нефти, потому что достаточно сравнить текущее количество нефтяных осланцевых терминалов с тем значением, которое мы видели полгода назад, в 2016 году и даже в конце 2015-го, вы сможете убедиться в том, что количество в целом неуклонно растет, и я не сомневаюсь, что и заключительный месяц летнего сезона тоже будет с знаком плюс, собственно, в этой сфере, в этой области, количество терминалов будет увеличиваться, и кто знает, может быть, сверх пессимистичные расклады на конец года, это тысяча осланцевых терминалов, и 10 миллионов баррелей по производству в сутки будут реализованы. И если это так, друзья, мы продолжим с вами говорить о конце суперцикла высоких цен на нефть и то, что рынок постепенно смещается к своим новым значениям, по достижению которых просто с котировки будут заморожены. И эти уровни уж точно ниже текущих значений. Поэтому сегодня я настраиваюсь на то, что Бейкер-Хьюз не подведет нас, у нас будет прирост, не имеет значения на сколько. Самое важное, чтобы эта статистика была со знаком плюс, то есть, чтобы количество терминалов перевалило снова за 765. Скорее всего, отыгрывать эти данные мы с вами будем уже в понедельник, как это обычно происходит. Но, в общем, позиционирование наше, по крайней мере, остается прежним, и я надеюсь, что вы сохраняете такой же медвежий уклон. Рубль 59.50 ждет, пока и рынок нефти просядет, и готовится к тому, чтобы столкнуться с еще большим тресингом. Здесь еще раз, чтобы не повторяться, в целом, так тезисно, аргументы. Потенциальное снижение цен на нефть, новый виток санкционной агрессии Запада и окончание, завершение налогового периода. Больше факторов поддержки каких-либо, которые можно поместить на другую чашу весов, противоположных, нету. Поэтому рубль как остается аутсайдером, так он таковым и будет. До тех пор, пока цены на нефть не найдут серьезных, долгоиграющих факторов поддержки, ну, либо пока каким-то чудом российская экономика не будет диверсифицирована настолько, что драйверами уже станут не нефтяные, собственно, компании и вся энергетическая отрасль, а высокотехнологичное производство. Но, надеюсь, на это, друзья, в ближайшие пару лет даже оптимистично, скажем, не приходится. Доллар японская иена. Котировки сейчас 111.09. Вчера, в целом, довольно-таки волатильная торговая сессия. Мы и на локальных максимумах, которые были чуть ли не на отметке 111.50, побывали и ниже этого уровня позже. Но то, что давление на американца немного приостановилось, это факт. Потому что доллар, прежде всего, реагирует на поведение и долгового рынка и смотрит на то, что происходит с индекса. Ну, индекс – это у нас первичный барометр американской валюты. Так вот, мы все-таки видели, как с минимальных значений, с минимума за последние 13 месяцев ему удалось отскочить. При этом, что выступило таким топливом для интереса к адреканцу. Ну, статистика, которую мы с вами, разумеется, подразумевали, имели в виду, не накидывали чрезмерных, избыточных ожиданий на нее. Но допускали то, что отчеты, которые сейчас в какой-то мере недооцениваются, могут привести к тому движению, которое нам бы хотелось с вами видеть. И вчера заявки на пособие вам заработится 244 тысячи с 234. Я не буду повторять, друзья, очень надеюсь, что мой и однократный акцент из недели в неделю на то, почему эта статистика позитивная, уже позволяет вам просто ранним утром, или даже внезапно проснуться, и дать четкий ответ, почему текущие показатели по заявкам на пособие по безработице – это подтверждение сохраняющегося прогресса. Я уверен, что у всех у вас есть ответ. Заказан товар длительного пользования, здесь вообще сильнейший контраст. Даже не припомню, когда в последний раз видел такой. В прошлом месяце у нас спад на 0,1%, позапрошлом точнее, а в прошлом рост до 6,5%. Эта статистика, собственно, и поддержала. Доллар, индекс их привело в движение, собственно, американскую валюту, и повысила очередной раз наш интерес к этому инструменту с точки зрения покупок. Еще продолжают резонировать заявления по факту итогов двухдневного заседания американского регулятора. Я еще раз, друзья, напоминаю то, что в целом итоги были жесткими, как ни крути. Ни в коем случае не разделяйте позицию тех, кто говорит, что заявления были мягкими, потому что это не так. И я вам советую, даже если вы захотите углубиться в этот новостной фон, попробовать поискать не перевод, опять же, этих тезисов, а найти эти заявления в первоисточнике. И, собственно, даже самые простые знания в английском языке, потому что фразы расхужие, позволят вам все-таки поддержать позицию тех, что американский регулятор повторил ровным счетом то же, что было озвучено им месяц назад. Но за одним лишь исключением по поводу того, что изменена формулировка того, что сокращение баланса Центрального банка вместо в этом году будет довольно скорой, или относительно скорой, как говорят. Но для меня не совсем убедительный этот довод. Это в плане мягкости, на мой взгляд, действительно американский регулятор уже в сентябре намекнет, либо уже представит какой-то план выхода из сокращения баланса, который составляет 4,5 триллиона долларов. И мы, наконец-то, с вами получим еще один сигнал большей жесткости политики, потому что это и проявление такого вектора монетарного курса. И в сентябре готовимся к долгожданному развороту по доллару. Но хотелось бы, чтобы он произошел раньше, чем сентябрь, потому что сентября еще чуть больше месяца. Европейская валюта против доллара. Ну, поскольку у американцев у нас выкидку со сменимов, рост доллара стал причиной слабости и рисковых экспериментов. Евро тоже просел. В целом рисковые активы вчера евро, пункт, австралиец, новозеландец потеряли примерно по 100 пунктов. Неплохая коррекция, указывающая на реальное состояние перегретости этих инструментов и на те уровни, которых рисковые активы в большинстве случаев явно недостойны. По евро мы с вами тоже детально разбирали эту картину, несмотря на все-таки присутствующее понимание и простоту позиции сохранения трейдинга в рамках развивающегося тренда. Мы, будучи фундаменталистами, знаем то, что тренд, он может подойти к концу в любой момент. И особенно тогда, когда на это трендовое движение может быть оказано то, о фундаментальном давлении, на основании которого евро уже давно должно было оказаться на ценовых значениях ниже. И делаю снова акцент, друзья. Если вам нужны более железобетонные, скажем, аргументы, вы посмотрите в прошлый брифинг, я вам, опять же, приводил доводы в пользу того, что дорогая валюта влияет и на конкурентоспособность производителей, влияет на состояние промышленного сектора. Дорогая валюта оказывает давление на индекс потребительских цен, низкие значения которого и заставляет ИЦБ дальше поддерживаться мягкой экономической политики. И то, что, в принципе, те стимулы, которые используются европейским центральным банком уже довольно-таки давно, они привели не только, как многие говорят, к негативным последствиям. Я бы даже вообще сказал, что это одно из самых эффективных решений для ИЦБ, на которые только можно было пойти. До этого достаточно посмотреть, что произошло с национальным рынком, что произошло в целом с экономикой, как на это отреагировал индекс потребительских цен, и достаточно посмотреть, насколько, скажем, смягчилось вот это долговое бремя в рамках астроновых долгов. Я тоже приводил примеры в рамках вчерашнего брифинга касательно Германии. Дальше идем. Фунт против американца. Друзья, здесь тоже у нас давление, потери около 100 пунктов, но не будем каркать, как и, собственно, вчера. Может быть и разворот, потому что стоит только сейчас доллару снова оказаться на минимальных значениях, и, прежде всего, индексу доллара, как рисковые инструменты начнут пользоваться снова новым спросом. Но вот помимо роста доллара, нам вчера оказало давление еще и заявление Европейского Союза о том, что в ближайшие недели процессы и процедура голосования, обсуждений, переговорческого процесса по Бриджу, может встать на паузу, если Англия не исполнит свои долговые, фискальные и налоговые обязательства, ну, как говорят, откупные, за факт выхода из состава Европейского Союза. Вычиняет их обязательства, надеюсь, вы помните, 100 миллиардов евро. Ну, вроде бы, как сначала позиция Терезы Мэй была критична, она совершенно не хотела исполнять, выплачивать эту сумму, поскольку считала ее баснословной, немыслимой. После этого позиция смягчилась, но денежки по-прежнему не поступают. Этот вопрос начинает уже нервировать, собственно, участников этого переговорческого процесса со стороны Еврогруппы. Для нас это топливо, чтобы поддержать короткую позицию по фунту, потому что мы понимаем, что из-за прейзита тучи по-прежнему ходят над британцем и в любой момент готовы разразиться серьезным параллельным дождем, спровоцировав ухудшение явное настроение. Плюс ко всему, друзья, в следующей неделе у нас заседание Банка Англии, суперчетверг, уйма отчетов, событий на следующий четверг выпадет. По тому, что мы ожидаем, 8 голосующих членов снова будут тянуть руки по поводу того, что стоит делать с пациентами ставки. В прошлый раз мы помним, как фунт получил поддержку, поскольку изменилась остановка сил вместо прежних семи за повышение процентной ставки, против повышения процентной ставки, точнее, проголосовало 5 человек, и трое отдали свой голос о том, что ставку нужно повысить. Сейчас есть уже четкое понимание, что баланс, собственно, сил снова будет смещен в пользу тех, кто радует за сохранение политики неизменной, потому что Форбс, который голосовал за повышение процентной ставки, больше не имеет мандата и полномочий принимать участие в этих заседаниях. Поэтому в лучшем случае для оптимистов расстановка будет 6 против 2. Это нейтральный, умеренный, мягкий подтекст и соответствующая риторика, которая должна стать еще одной причиной давления на британца. Доллар-франк, друзья, у нас активно карабкается вверх на текущий момент. Сначала это не зелье, если подводить итоги. Мы уже видели восстановление американца против франка и потери франка против доллара. В районе трех фигур, это около 300 пунктов. То, что у нас доллар, на самом деле, не так активно вырос, это факт. Поэтому здесь, так же, как и в случае с канадцем, нужно искать объяснение о том, что происходит с франком. Мы начинали эту неделю с выступления Джордана, председателя Национального банка о Швейцарии, который снова сделал акцент на важность сохранения текущих стимулов Национального банка в Швейцарии неизменными. То есть, ставка по депозитам останется на текущем значении минус на 75 сотых процента. И Национальный банк в Швейцарии, как и обещал, начал проводить валютные интервенции, которые привели, собственно, к ослаблению франка. Дорогая валюта в Швейцарии не нужна. Об этом я уже неоднократно говорил. А Австралиец после вчерашнего очередного экстремума максимума снова корректируется. Котировки 0,79,62, это примерно на 100 пунктов ниже, чем мы видели на азиатской сессии, прошлой торговой сессии. Здесь трейдеры вспоминают, опять же, последние данные по инфляции. Напомню то, что в годовом выражении на потребительские цены снизился с 2,1 до 1,9%. Готовятся к сопроводительному заявлению Резервного банка Австралии о решении поставки. То есть это тоже следующая неделя. И поскольку мы уже получили с вами сигнал, исходя из-за низких значений инфляции, что политику вмешиваться не нужно, значит ждем прежнюю мягкую риторику Резервного банка Австралии, ждем еще больше треснек на австралийцев. Ну, иначе здесь и быть не может. И, друзья, конечно же, на десерт оставил канадца, потому что, читаю это очень важным отметить. Вчера на Блумберге прошла новость под грифом молнии. Эта новость была сделана со ссылкой на анонимные источники о том, что правительство, ну, в частности, премьер-министр Канады Джастин Трюта, абсолютно недоволен последним решением канадского регулятора по повышению процентной ставки, потому что уже постфактум переосмысления, каким последствиям это может привести, начинают тогда рассуждать о том, что усилится давление на, собственно, долговое время и вырастет стоимость заинственной. Вы помните, друзья, когда мы готовились с вами к заседанию Банка Канады, мы допускали с вами, ну, пытались оправдать, почему Банку Канады не нужно торопиться с ростом процентных ставок, как раз из-за того, что рост стоимости заинственной в условиях высоких показателей закрепованности граждан, он может застопорить развитие экономики, которая только вот недавно начала показывать достойные показатели экономического роста. И к тому же, ну, что им стоило поддержать политику, сохранить неизмены еще, скажем, в течение квартала или двух, тем более, что, как мы уже понимаем, более, наверное, из регуляторов развитых рынков никто не поддержит позицию ФРС и не будет менять текущий ректор экономической политики. Кто-то считает то, что эта информация неподтвержденная, считает то, что это вот самая настоящая утечка информации, ну, пусть она очень редко происходит в Канаде, но я делаю акцент, друзья, на том, что эта новость пришла через Блумберг, а здесь уже, скажем, должно быть должный уровень уважения к источнику вот этих данных, и мы должны отнестись к этой информации серьезно. И мы должны отнестись к ней серьезно, потому что вчера пара USDCAD восстановилась больше, чем на 150 пунктов. Тогда, когда цены на нефть переписали новый максимум за последние два месяца, и доллар не очень сильно окреп. То есть основной триггер, драйвер для роста пары USDCAD вчера выступил именно о слабости канадского доллара. И все вы помните такого представителя банка Канады, занимающего поздно совместителя управляющего Каролины Вилкинс, которая два месяца назад выступила как раз тем самым спусковым ключком для стремительного укрепления канадца. И я думаю, что именно она пролобировала идею необходимости повышения процентной ставки. Сейчас уже на рынке говорят о том, что если задумались о преждевременности повышения процентной ставки, то решение Каролины Вилкинса реально будет стоить ей место управляющего Банком Канады со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот на этом негативном ключе для канадца. Надеюсь, что сегодня нам поможет еще и нет, потому что если с учетом такой новостной поддержки из Канады, у нас будет и ослабление котировок нефти, то есть тоже важнейшего экспортного ресурса для Канады. У нас будет еще поддержка доллара, поскольку сегодня важный день, 15-30 годовые данные по ВВП, индекс расходов, собственно, еще на личное потребление. И тогда USDCAD продолжит восходящее движение. Вот, друзья, я говорил, что мы вернемся к этой валютной паре. Я вам предлагаю действовать следующим образом. Если хотите рискнуть, если считаете то, что фундамент последнего дня действительно внушающий доверие к длинной позиции по этому тандему активов, то тогда нужно покупать уже сейчас, если еще не купили. Если хотите немного подождать, тогда предлагаю дождаться сегодня в статистике по экономическому росту по ВВП Канады, посмотреть, как этот отчет будет отыгран канадцам, и только после этого приступать к покупкам. Но лично я на канадца уже обжелся неоднократно. Я все-таки сохраню пока выжидательную позицию. И если сегодня, кстати, экономический рост окажется меньше прогноза, тогда будут покупать прямо сразу после выхода данных. Если статистика совпадет с прогнозом, но вероятность этого наиболее высокая, то тогда подожду закрытие текущей торговой сессии и вместе с вами вернусь к обсуждению перспектив доллара против канадца уже на следующей неделе, понедельник, когда мы с вами увидимся снова дважды на брифинге в 9.30 по московскому времени и на нашем вебинаре «Правильный понедельник», на который я с особым огромным удовольствием всех вас приглашаю. Ну, на этом все. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо за то, что были вместе с нами, вместе со мной на протяжении всей недели. Хорошего вам закрытия недели, хорошего настроения, замечательных выходных. Не растеряйте, пожалуйста, положительный настрой. Неделя будет крайне насыщенная. Следующая уйма отчетов, чего стоят только очередные нонки, нонфармперл, статистика по рынку труда. Ну и помимо этого у нас будет еще несколько важных релизов по другим инструментам, на которые мы также обратим внимание. Друзья, всего доброго. До свидания.